В этот раз я хочу поговорить о таком известном моде MySumarCarOnline. Данная модификация позволяет вам играть между другими игроками, имеющие лицензию MySumarCar в Steam. Таким образом, вы и ваш друг можете играть вместе на одной локации и творить всё что угодно. Но всё же мультиплеер имеет свои границы, об этом я расскажу чуть позже. Для того, чтобы начать играть с другими игроками, нужно установить программу и специальный сейв. Но вначале нужно создать личный аккаунт, чтобы мы могли играть в онлайне. Заходим на сайт MySumarCar.Online, если не получается зайти на сайт, то включаем VPN. Переходим во вкладку Аккаунт и дальше заполняем все поля, в том числе и свою почту. Подтверждаем почту и наш аккаунт готов. Переходим во вкладку Download. Перед нами появляется три окошка. В первом мы скачиваем Save, нажав на сервер подчеркнутую надпись снизу Download Demo Save. Если мы скачаем MSCO Save, то в сохранении будет сад сумма. Таким образом, когда к вам будут заходить игроки, то вы будете автоматически погибать в игре. Поэтому мы устанавливаем Demo Save, так как сад сумма пока что недоступна для мультиплеера. Перед установкой сейва не забываем выключить синхронизацию с облаком Steam, иначе у вас загрузится основной сейв, что окончательно сломает игру. Далее скачиваем модифицированный моб, если вам требуется оптимизация. В папке mods переносим или удаляем старый моб и вставляем моб, который скачали с сайта. Желательно перенести или выключить в MSCO Loader другие моды, чтобы мультиплеер стабильно работал. Остается скачать и установить лаунчер. Думаю, тут сами разберетесь. Перед запуском лаунчера не забываем запустить Steam, иначе выдаст ошибку. Появится окно. В нем мы должны заполнить данный аккаунт, который зарегистрировали ранее. Входим и наконец-то попадаем в главное меню лаунчера. Заходим в Demo, нажимаем Install и ждем пока доустановится программа. Заходим в игру. Могу вас поздравить. Теперь остается загрузиться в игру и пригласить вашего друга. Или пусть вдруг вам зайдет. Итак, мы установили My Summer Car Online. Дальше начинаются танцы с бубном. Напомню, что проект находится в бета-разработке. А значит баги и лаги будут намного чаще появляться, чем в одиночной игре. Немного поиграв, могу сказать следующее. Это пиздец. Я и мой друг решили поехать в магазин. У нас это получилось с пятого раза. Вы спросите почему. Главная проблема это вылеты и ошибки. Едешь такой спокойно, никого не трогаешь и бац, ошибка анимации. И все, игра крашится. Попытались хотя бы доехать до моста. В итоге я плюнул и телепортнулся к Тейма. Похавали в пабе, съездили на танцевальную площадку и на это все закончилось, так как игра снова крашнулась. Проблему пытался устранить, но никак не получилось. Даже танцы с бубнами не помогли. Единственное, я так и не понял, почему люди пытаются в это играть. Тут максимум зайти на один вечер, погурать с багов и все. Делать абсолютно нечего. Машину не собрать, сюжетку не пройти и до магазина никак не доехать. Могу официально сказать, что проект очень сырой. А еще у них есть магазин, в котором всего лишь за 800 рублей можете получать обновления, находящиеся в закрытом бета-тесте. Да, вы не поверите, это говно стоит в два раза больше, чем лицензия MySAMAR CAR. Ну а я покажу вам то, о чем вы вообще в шоке будете. Ключ делюкс для MySAMAR CAR ONLINE, в котором все включено, стоит 3 119 сука рублей. Вы меня спросите, а почему не стоит в это играть? Отвечу кратко, проект очень сырой. Если вы смотрели видосы от разработчика и думаете, что у вас так же будет все идеально, то нет. Может быть у вас вообще игра перестанет работать. А такие случаи уже были. Ладно, хорошо. Каким-то чудом вы решили все ошибки. Но вопрос к вам, что вы собираетесь делать с другом в мультиплеере, если максимум, что работает это только транспорт? Лично я не вижу никакого смысла. Мне хватило одного вечера, чтобы посмотреть на это чудо, которое разрабатывает уже несколько лет, и сформировать личное мнение насчет него. Дальше решайте сами, стоит ли играть в это. С вами был Дюкол, подписывайся на мой канал Селеги. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok